Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чуде от иконы Господа нашего Иисуса Христа в Берите, которое совершилось около 765 года. Берит ныне Берут, очень древний приморский город и важнейший торговый пункт. В городе Берит рядом с аудейской синагогой жил христианин. Переселяясь в другой дом, он оставил в доме икону Господа Иисуса Христа. Иудей, который занял этот дом, не обратил внимания на икону. Однажды он позвал гостей отпраздновать покупку нового жилища. Гости увидели на стене икону Иисуса Христа. Они спросили у хозяина, почему ты, иудей, держишь в доме икону распятого? Он сказал им, что до этого не замечал этой иконы. Гости пошли в синагогу и рассказали о нарушении иудейского закона. Хозяина дома иудеи отлучили от синагогой, а икону сняли со стены и стали кощунствовать над ней. Как некогда поругались над ним отцы наши так поругаемся над ним и мы. Они плевали на лик Господа. Бичевали икону, выкрикивая ругательство. Мы слышали, что наши отцы пригвоздили иго на дереве. Сделаем тоже и мы над этой иконой. Взявши гвозди, они прибили икону к дереву в тех местах, где были изображены руки и ноги. Затем, надевши на трость губку с уксусом, они приложили к устам Господа и, наконец, принесли копье и велели одному из них ударить в ребро Господа. И как только тот пронзил икону, копьем тотчас же потекла из нее кровь и вода. При виде столь великого чуда всех присутствовавших обял великий страх. Эудеи собрали кровь и воду в сосуды. Последователи Иисуса Христа утверждают, будто он исцелял больных. Отнесем в синагогу эту кровь с водой, помажем больных и увидим. Правду про него говорят или нет. Сосуд с кровью они поставили в синагоге. Узнав о чуде, жители Берита стали приносить и приводить в синагогу больных различными болезнями, и все они исцелялись, помазавшись кровью от иконы Господа Иисуса Христа. Весь народ иудейский уверовал во Иисуса Христа и прославляли Его. Слава тебе, Христе, которого распяли отцы наши. Которого распяли мы в виде иконы твоей. Слава тебе, Сыне Божий, сотворивший столько чудес. Мы веруем в тебя, будь милостив к нам и прими нас. Эудеи пришли к епископу Берита и принесли с собой чудотворную икону кровь и воду, истекшие от нее, и покаялись в своем преступлении. Епископ, видя их искреннее раскаяние, принял их. Много дней оглашал их, а потом крестил. Синагогу осветил в Церковь Господа нашего Иисуса Христа. По просьбе иудеев он осветил и другие синагогы в храмы, посвященные святым мученикам. И была большая радость в городе Берития не только от того, что так много людей исцелилось, но и от того, что много душ перешло к истинной вере. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог.